Добрый день, друзья! Вот такой Оренбург, честно говоря, я еще не видел. Решили съездить в район впадения реки Сакмары в реку Урал. Но дорога оказалась разбитой в лужах, совсем непригодной для прогулки. Поэтому решили не рисковать. Проехали мимо Сатоо товарищества Заря. Впереди просматривались очистные сооружения. Правильно сказать, городская станция аэрации. Много слышал, но вижу впервые и даже чувствую по запаху. Дождь не прекращается. Дорогу перекопали. И эта канава и большой бетонный блок не дали нам, дали проехать. Поэтому мы вернулись назад. Проезжаем по улице Луганской. Оренбург и dice Кünзин. Поехали пыли. Выйдет греточник с зав Zach台所以 сами водой. Через ты, кажется, обработали их в лет defeated. Прик converтаем чаще. К югу с западной стороны железной дороги на месте овчинного городка в начале 20 века были свиные загоны и на берегу банного протока мельницы. Позже на их месте вдоль ериков расположились кожевенные, салатопные, овчинные и маловаренные заводы. Название «Овчинный городок» произошло, вероятно, потому, что сырьем были преимущественно овцы. Железнодорожный переезд в районе овчинного городка. Улица Мусы Джалиля начинается от улицы Чечерина и переходит в улицу Луганскую. Одна из старейших улиц Оренбурга находится в районе Оренты, бывшая первая гончарная. Новое название получила в 1965 году, к 60-летию со дня рождения известного поэтом Мусы Джалиля, уроженца села Мустафина. Свои первые стихи написал в 10 лет. В 1926 году по 1927 год работал инструктором Оренбургского губкома комсомола. В войну попал в артиллерийский полк, откуда его направили на курсы политруков. В июне 1942 года, пробиваясь из окружения с другими офицерами и солдатами, Муса получил тяжелое ранение в грудь и попал в плен. В заключении Мусу немцы назначили ответственным за культурно-просветительную работу. Ему приходилось много ездить по лагерям. Пользуясь моментом, он вербовал все новых и новых людей в подпольную организацию, даже смог установить связи с подпольщиками из Берлина. В конце лета 1943 года его организация готовила побег многих заключенных. Но нашелся предатель. Как организатор подполья, Джамиль был казнен фашистами в военной тюрьме в Берлине. Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии посмертно. На этом, дорогие друзья, мы завершим нашу прогулку. Крепкого здоровья вам, успехов, благополучия. До новых встреч, до свидания. С теплом души, Виктор Поживин.